В индустриальном районном суде вынесен приговор 38-летней матери троих детей, которая зарезала своего сожителя. Фигурантом уголовного дела Хабаровчанка стала 30 ноября прошлого года, когда убила своего гражданского мужа, отца младшего ребенка, с которым жила два года. Женщина, никогда ранее не попадавшая в поле зрения полиции, вину признала частично. В ходе судебных заседаний она говорила, что не помнит всех обстоятельств преступления. По словам горожанки, все началось с застолья. Дама, держа на руках сына, выпивала с сожителем и соседом. Она ссорилась с 34-летним гражданским мужем из-за денег, пытаясь заставить его найти работу. Семья жила на пособие по уходу за ребенком. Когда гость ушел в магазин за очередной бутылкой, хозяин жилья ударил женщину по лицу с такой силой, что она упала вместе с малышом. Хабаровчанка отнесла сына в комнату, а сама отправилась на кухню за ножом. Что было дальше, подсудимая якобы не помнит. В ходе распития спиртных напитков между подсудимой и потерпевшим возникла ссора, в результате которой у подсудимой возник умысел на его убийство. Осознавая общественную опасность и предвидя наступление последствий, подсудимая нанесла не менее 10 ножевых ударов в различные части тела потерпевшему, от чего последний скончался. Женщина словно пришла в себя, услышав стук в дверь. Соседа, вернувшегося из магазина, горожанка встретила с окровавленными руками и попросила вызвать скорую помощь. Хозяин квартиры скончался с приездом врачей. Горожанка говорила, что не хотела убивать сожителя. По ее словам, это была скорее самооборона. Знакомые обвиняемые подтвердили, гражданский муж не раз поднимал на нее руку в пьяном виде. Новый след от удара на лице женщины зафиксировали следователи, приехавшие на место убийства. Противоправное поведение жертвы, раскаяние и положительные характеристики подсудимой стали смягчающими обстоятельствами. Хабаровчанку приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Малолетний сын женщины отправится к деду и бабушке, где уже живет еще один ее ребенок. Третий, самый старший, уже достиг совершеннолетия и живет своей жизнью. С места происшествия Виталина Кондрахина, Юлия Рябцева и Андрей Алферов.